Два основных вопроса, что нас объединило. Это вопрос, что положить людям на язык и как защитить людей, которые не могут работать, но тоже хотят достойно жить. То есть социальная политика и экономическая политика государства. 24 года различные партии приходили к власти. Были различные модели выборов. Выбирали президента народом, выбирали парламентом. Менялись вывески, названия партий, приходили разные личности. Но никто не решил проблему экономического характера. Как развиваться в стране. Потому что если мы не решаем вопросы экономики, у государства нет денег для решения социальной политики. Поэтому отличие нашего союза от других партий заключается в том, что у нас есть четкая, ясная, новая экономическая модель развития Республики Молдова. На чем она основывается? Она основывается на том, что от Балтийского моря до Черного моря сформировалась одна граница между двумя различными экономическими сообществами государств. Европейский союз и страны СНГ. Или точнее сегодня это Евразийский экономический союз. Мы находимся на стыке. Мы в Балканах. Балканы всегда играли стратегическую роль в экономических отношениях между Европой и Азией. Наша Молдова всегда процветала именно за счет того, что мы были мостом между Югом и Севером, Западом и Востоком. Через нас проходили все стратегические пути экономических, торговых, гуманитарных отношений. Пока у нас не были разрушены все дороги. Сегодня у нас есть проблемы. Две основные. Первое. Люди, массы, я говорю о тысячах, о сотнях тысяч людей, не знают, как делать бизнес, потому что их плохо учат этому. У нас нет сегодня политтехникум, у нас нет хороших, где готовят хорошим специальностям рабочим. У нас нет сегодня политтехникумов, где готовят среднего уровня специалистов. И нет хорошего высшего образования. Как эту проблему решить? Если мы начнем глубокую реформу в сфере образования, это долго будем делать. Долго будем готовить хороших специалистов. Ее нужно делать, и мы ее должны обязаны. Секундочку. У нас нет преподавателей, способных дать это образование. Преподавателей тоже нужно научить. У нас нет хороших экономических условий. У нас нет дешевых денег. Для того, чтобы все эти проблемы очень быстро решить, мы предлагаем превратить нашу Молдову на границе между двумя экономическими группировками всю территорию Молдовы в свободную экономическую зону.